Давайте посмотрим еще несколько задачек, связанных с переходом от одной системы отчета к другой системе отчета. В первую очередь рассмотрим отскок шарик. Если у нас имеется шарик, налетающий на стенку со скоростью v, удар считаем абсолютно упругим, стенку бесконечно массивной. Понятно, что после отскока, при абсолютно упругом ударе, скорость шарика также будет равна v, но направлена в противоположную сторону. Каким теперь будет эта скорость, перпендикулярная составляющая скорости? В том случае, если сама стенка движется со скоростью u. Тогда v2 здесь будет v1, v2 будет требуется найти. Но решение достаточно просто. Давайте перейдем в систему отчета, связанную со стенкой. В системе отчета, связанной со стенкой, мы можем написать, что v1, это скорость абсолютная, будет равна u, это скорость стенки, переносная скорость, плюс v1, относительная, то есть скорость относительной стенки. Точно то же самое с v2, v2 равно u плюс v2, относительная. Из первого выражения мы находим относительную скорость, v1, v1, относительная, равно v1 минус u, секундочку, плюс u, плюс u, здесь нужно поставить вектор а. Значит, это выражение получается путем проектирования на ось. То есть, введем ось, скажем, x, введем ось x, тогда в проекции на ось x вот это выражение будет иметь следующий вид. v1 с минусом равно u плюс v1, относительная, и тогда v1, относительная, должно быть равно минус v1 минус u. Вот так. То же самое с v2. v2 равно u плюс v2, относительная. При неподвижной стенке, а в системе отчета, связанной со стенкой, у нас стенка неподвижна, мы можем сказать, что v1, относительная, будет равно v2, относительная, с обратным знаком. То есть, v2, относительная, равно минус v1, относительная. Подставляем его сюда. В1, получим v2, равно u плюс v1, относительная, это u плюс u плюс v1. И получим v1 плюс 2у. Итого v2 равно v1 плюс 2у. Давайте немножко усложним эту задачу. Рассмотрим движение, но когда шарик падает под некоторым углом к стенке. Введем угол альфа. Ну, все то же самое у нас получится с той лишь разницей, что в качестве v2 и v1 у нас будут выступать составляющие скорости перпендикулярной стене. То есть, v1 перпендикулярной, а здесь v1 параллельной. После абсолютного упругого удара, после абсолютного упругого удара, составляющая v1 параллельно не изменится. И скорость v2, вектор, будет равна v1. Давайте мы этот вектор v1 разложим на v1 перпендикулярной и v1 параллельной. Значит, она будет равна v1 параллельная плюс v1 перпендикулярная плюс 2у. v2, вектор, равна минус v1 параллельной. v2 перпендикулярная плюс 2у. Соответственно, здесь будет плюс. Вот эта формула дает нам выражение для скорости шарика при его падении под углом на стенку. То есть, можно написать, что v2 перпендикулярная равно v1 перпендикулярная плюс 2у. И v2 параллельная равно v1 параллельная. Вот 2у. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...